Выставка «Торжество православия» в Одинцово проходит в девятый раз. Монахини и священнослужители со всех уголков нашей страны ежегодно приезжают сюда. Ничто не заменит живое общение, считает монахиня Зосима. Здесь каждый может спросить совета и просто поговорить. Чтобы пришли, почувствовали это благодать, приложились к иконочке, чтобы могли пообщаться. Потому что даже в апостолах пишется, если вы пообщаетесь друг с другом, Господь принимает как исповедь даже, а не каждый человек может прийти к батюшке и что-то рассказать. А когда они тихонечко с кем-то пообщались, их можно наставить, поддержать как-то, и уже человек меняется, и ему легче пойти в храм тогда с такой целью. Это вроде бы же такая выставка, может любой зайти, правильно, верующий, неверующий. А с этим, ну просто у нас очень много таких было чудес. Он говорит, я был некрещеный, вот сходил на вашу выставку, перекрестился. Иконы, церковная утварь, целебные мази и травы, продукты монастырских подворий – все это представлено на выставке. Много здесь и литературы православной тематики. Так Свято-Тройский Александра Свирского мужской монастырь впервые выставляется в Одинцово. Монахи привезли книги о житии святого, фильм о своей обители, где все пропитано чудесами. Это один из самых известных, наверное, монастырей России. Преподобный еще при жизни прославился большим количеством чудотворений. Являлся покровителем признанным царствующих домов. Обитель сейчас восстанавливается. Ну, наверное, вот еще интересно о чем сказать. Это единственный в России монастырь, который состоит из двух равнозначных, равновеликих и в то же время самостоятельных архитектурных ансамблей. Обычно бывает базовый монастырь и подворье. У нас два совершенно равнозначных подворья. В Одинцово мы впервые. Но у вас тоже есть престол в честь преподобного и частичка мощей. Так что какая-то духовная связь с вашим милым городом тоже существует. Для православных это большая радость. Не каждый может побывать в Калининграде, Липецке, Нижнем Новгороде и других отдаленных городах. Но прийти на выставку и за один день познакомиться со знаменитыми монастырями, не покидая Одинцово, может каждый. Я настолько к этому близко пришла, ко всему. Мне не хочется есть, мне не хочется пить. Мне вот это все, мне дороже всех наград, вот это православие. При входе посетителей встречает иверская икона Божьей Матери, которой можно приложиться и попросить богословения. Икону монахини привезли впервые. О чудодейственных свойствах иверской иконы известно давно. Икону написали сестры, и от нее вот сейчас, в настоящее время мы ездим по всех выставках, по всем городам. Здесь тоже все время, когда проходят православные выставки в Одинцово, мы тоже приезжаем. Очень много исцелений, очень много. Даже вот некоторые были разошедшиеся семьи и помолившиеся около нашей иконы, все, они возрождали семьи эти. Очень много у нас деточек рождаются по нашим молитвам, потому что батюшка Варнаван молитвенник о детях. И в Акафисе так и написано. Радуйся бездетным родителям, чадородие даровавы. Мало кто знает, что недалеко от Одинцовского района в Можайске расположен Успенский колодский женский монастырь, основанный 600 лет назад на месте явления чудотворной иконы Божьей Матери, которую монахини привезли в эти дни в Одинцово. Наша икона, древняя икона и монастырь, один из древних на московской земле. Монастырь был основан при князе, благоверном князе Андрея, сыне Дмитрия Донского. Местный житель Лука, благочестивый, нашел икону в лесу. На этом месте сейчас источник. Вот до сих пор 600 лет. Источнику 600 лет нашему монастырю в прошлом году отмечали. Выставка «Торжество православия» продлится до 16 ноября. Двери выставочного зала открыты для всех жителей и гостей города. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.